Сейчас конец августа, выдался теплый. В конце лета уже можно сказать, что денек, дождей нет, солнышко светит. И вот моя клещевина достигла, наверное, пика своего развития, поскольку не за горами заморозки и клещевина уже будет ими повреждена. Клещевина у меня высажена в рядочек. Здесь у меня 4 сорта. Один сорт был мой, со своих семян, и 3 новых для меня сорта. Ростом клещевина достигла, ну, трудно сказать, ну, где-то за 2 метра, может 2,5. Это не очень высокий рост для клещевины. Например, вот стоящие рядом подсолнухи, вот они, они достигли 3,5 метров и еще продолжают расти. В конце замерю, сколько они будут высотой, потому что, возможно, будет это рекорд для нашей местности. И вот клещевина на их фоне выглядит не очень высокой, но зато очень мощной. Вот такие стебли у клещевины, очень крепкие, очень мощные. А снизу вообще практически выглядит клещевинка, как деревце. Ну, это и есть деревце. На родине и в тропиках это кустарник. Ну, у нас как однолетник она растет, поэтому такая толщина для нее очень впечатляет. По сравнению с другими растениями, за лето достигнут такой мощности, не каждое растение может. Вот у меня с краю расположена клещевина горячее сердце. Она имеет красный стебель, листья с ярко выраженным красноватым оттенком, листья покрупнее, с красными прожилками, листья помельче, красноватые. Клещевина очень красивая. Вот она уже выбросила соцветия тоже. Так что вот такой сорт клещевины горячее сердце. Вторым сортом клещевины, который у меня растет в моих мини-джунглях, это клещевина зеленая. Ну, название говорит само за себя, поскольку клещевина растет довольно густо здесь. Поэтому не очень мощные растения, бывают и помощнее. Ну, у зеленой клещевины стебли зеленые, листики зеленые, без всяких оттенков. И практически вся она зелененькая такая, но тем не менее очень красивая. Часто бывает, что зеленая, именно зеленая клещевина, она бывает более рослой. Ну, в данном случае горячее сердце ее опережает. Еще, кроме этих сортов, у меня растет клещевина импала бронзовая. Вот это именно она. У нее такие же мощные листики, как у всех клещевин. Но если присмотреться, особенно сейчас хорошо видно в солнечном свете, вот рядышком, например, листики горячее сердце, вот, то есть они более зеленые. А вот рядышком импала бронзовая. Она имеет более такой насыщенный, и действительно, некоторым образом можно сказать, что бронзовый оттенок. Вот так выглядит эта клещевинка импала бронзовая. В остальном она такая же рослая. Вот видно, довольно высоко она уже поднялась. Еще продолжает расти. Расти она будет до самых заморозков, но которые, правда, не за горами. Так что клещевина импала бронзовая тоже выглядит очень красиво. Рядышком с ней расположена клещевина из моих семян. Когда я покупал семена, название было клещевина красная. И все. Очень коротко было на пакете написано. Никакого другого названия не было. На что она похожа, даже трудно сказать. Она является, если вот смотреть листик по цвету, Нечто среднее между импалой бронзовой, вот этой, И клещевиной горячее сердце. Вот листик. Так что этот сорт, ну он очень похожий, Но немножечко отличается от той, от другой. Название, повторюсь, было, когда я покупал первый раз эту клещевину. Семена я брал в магазине. Она называлась просто и коротко. Клещевина красная. Вот такая интересная клещевинка. И вот все эти четыре сорта клещевины. Я повторюсь, это горячее сердце. Импала бронзовая. Просто клещевина красная и клещевина зеленая. Они вот растут у меня в рядок и составляют Очень такую красивую заградительную кулису Рядом с моим домиком. Они выглядят довольно красиво. И в солнечный денек, и в пасмурный. Каждый раз, когда я выращиваю клещевину, Выращиваю я ее уже много лет. Хотя многие говорят, садоводы, что это ядовитое растение. Дескать, это очень опасно. Но что я могу на это сказать? Это, конечно, надо учитывать. Но если это знать, ничего страшного не произойдет, Если она будет расти на участке. Надо просто соблюдать элементарную осторожность. Убирать подальше семена при хранении. И, конечно, листики не использовать в пище. Но, я думаю, никому в голову это не придет. А в остальном клещевина не больше опасна, чем многие другие ядовитые растения. Зато за счет своей красоты и декоративности, Она, конечно, очень выигрывает. И этот недостаток ей можно простить. Как все красавицы, она очень опасна. Ну, что ж поделать. Тут поделать нечего. И вот каждый раз, когда я выращиваю клещевину, Я всегда удивляюсь ее красоте, мощности. Ее очень красивым листьям, очень красивой форме. То есть, действительно, очень красивое декоративное растение. У меня оно растет в рядочек. Это просто как бы, ну, такие небольшие специально сделанные заросли. Можно расположить ее на клумбе. Как центр, например, среди более низких растений. Ну, или можно использовать в различных других сочетаниях. Вот такое замечательное растение клещевина. Декоративное растение, которое с успехом может украсить ваш участок. В конце я лишний раз подчеркну, что, конечно, надо соблюдать простейшие меры предосторожности. При обращении с этим растением. Если погода позволит, клещевина может постоять и до середины сентября. Но, к сожалению, заморозки она не выдерживает, так же, как и помидоры. И все зависит от погоды. Укрыть ее, конечно, невозможно, потому что это очень высокое и очень мощное растение. Пока она стоит и радует глаз всех окружающих.